Первый раз, да? Да, был впервые. Очень понравилось. Сразу встретили наши клиенты прямо в аэропорту, посадили в машину, довезли до гостиницы, разместили, помогли найти офис. Очень дружелюбные люди. Было очень приятно. Понял. Откуда летел? Летел с какого аэропорта? С Жуковского. Это аэропорт, который сотрудничает со странами СНГ. То есть прилетает со стран СНГ и далее уже до Москвы. Понятно. Погода там и погода здесь отличается? Ну, там более жаркий климат, да. Там теплее, чем в Москве, конечно. Вот я знаю, как путешественник. Многие в курсе, что большую часть времени провожу в самолетах и в разных аэропортах слишком часто. Когда приезжаешь в чужую страну, она тебе или нравится, или не нравится. И это ощущается прямо в аэропорту. Твои ощущения? Ты прилетел в Бишкек, о чем подумал? Какие мысли, эмоции возникли? Ну, сразу появилось, да, ощущение какого-то другого места, новой земли. Ну, практически сразу меня встретили. То есть вот это переменчивое чувство, оно сразу сменилось позитивом. Прямо стопроцентным позитивом. То есть люди там очень приветливые. То есть все улыбаются, все вежливые в любом, не знаю, магазине, в любом кафе. Все дружелюбные, прям вот не было в течение всей поездки, не было никакого-то даже намека на негатив. Очень понравилось. Я понял. Понял. Скажи, вот многие говорят, и я сам, кстати, тоже был в Бишкеке. Я знаю, да, о чем говорю. Скажи мне, а можно ли назвать Бишкек городом и вообще Кыргызстан, страной, которая сориентирована на эмиграцию? Ну, они, можно сказать, очень любят свою страну. По крайней мере, в Бишкеке, у кого я спрашивал, они все. Мы очень любим Бишкек. Но многие не согласны именно с политической системой. То, что развита коррупция, чиновники разводят там свою малину, так сказать. С этим вот единственное не согласны. Но по прогнозам, власть не собирается там меняться, и люди, они очень интенсивно уезжают. То есть по опросам даже многие разных возрастов люди и молодежь, и уже более пожилые люди, все хотят уехать. Поэтому, да, Кыргызстан, даже не Бишкек, а именно Кыргызстан, он весь сориентирован на эмиграцию. Ну, а как это проявляется, если взять общепризнанные услуги, сферу услуг? Как она помогает эмиграции? Ну, по общим сферам. Допустим, школы английского языка там достаточно распространены. Люди учат английский язык. То есть у многих живут родственники. Как мы знаем, сейчас Иллинойс, штат Иллинойс, а в частности Чикаго, это очень самая крупная диаспора Кыргызстана. То есть более 25 тысяч. Поэтому многих живут там друзья, знакомые, родственники, и все делятся информацией. Люди понимают, что там более комфортные условия для проживания, более лучший заработок, чем на родине. И люди туда стремятся. То есть молодежь, они все в курсе, куда уезжают, и друзья, и родственники, и тоже хотят туда. Поэтому всячески стараются изучать язык, то есть всячески обучаются. То есть ребята там очень грамотные, и они учатся, они очень способны и стремятся к развитию. Я понял, когда ты оказался в школе английского языка, это был осознанный выбор? Многие говорят у нас в сайте в комментариях, что вот Алексей договорился сделать рекламу и пришел специально вот в эту школу сказать, что они лучшие. Это так или нет? Нет, нет, это не так совсем. Я, честно говоря, искал одну школу, я ее чисто случайно нашел. Я вот как бы вышел из такси и первое, что увидел, это школу. И решил туда просто зайти, достал камеру, снял интервью. Я понял. Ребята, это не реклама, это не реклама. Скажи мне, как цены в Бишкеке и в Москве? Есть разница? Да, разница есть, конечно, определенная. В Бишкеке намного все дешевле, в два, то и в три раза. То есть, если брать там жилье, питание и так далее, то есть, цены очень, очень лояльны. Ну, Москва сама по себе дорогой город. Кроме Москвы, если взять даже область, это всегда дешевле все. Я понял, ты гулял в центре. Рекомендую, ребята, вот очень рекомендую. Посмотрите наше предыдущее видео, Алексей там нашел музыкантов, да, это была главная площадь. Вот эти красивые фиолетовые фонари, это что такое было? Это центральная площадь, там очень, там как в сказке, просто вечером гулял, очень красиво. Даже, честно сказать, не ожидал. Очень чистенько, очень культурно. То есть, люди там гуляют с детьми, там какие-то фонтаны играющие, то есть, там очень здорово. Я понял. Скажи мне, если, допустим, ты же так, ты дальше Бишкека же не уезжал, получается, ты был в Бишкеке? Да, был в Бишкеке. То есть, сравнивать с другими городами? Хотел попасть на Иссык-Коль, не получилось, да, съездить. В следующий раз, как приеду, обязательно хочу посетить Иссык-Коль, жемчужину. Я понял. Последний вопрос, опять же, из комментариев. Я тут как-то озвучиваю комментарии. Когда ты приедешь снова в Бишкек? Ну, сейчас многие спрашивают про то, хотим ли мы открывать представительство в Бишкеке. Да, мы хотим открывать представительство, и мы его откроем. Сейчас мы ведем переговоры, ищем сотрудников. То есть, это должны быть люди, которым бы полностью доверяли, которые представляли бы нашу компанию в Бишкеке. Ведем переговоры, мы стремимся, чем быстрее, тем лучше открыть филиал, так как у нас очень много клиентов. Порядка 70% это граждане Кыргызстана. Поэтому целесообразнее, конечно же, чем быстрее, тем лучше нам это сделать. Поэтому, друзья, в ближайшее время, я думаю, мы это сделаем. Перед твоей поездкой, новой поездкой в Бишкек, как-то будет проводиться осведомление тех, кто тебя, наверное, уже 100% ждет? То есть, как-то будет рассылка или еще что-то? Конечно, конечно, друзья. Следите за новостями, это будет отражено на нашем канале. Перед тем, как полететь, обязательно вас об этом оповести. Редактор субтитров А.Семкин